Всем привет! А я к вам опять со своими старыми работами, а точнее не опять, а снова. И давайте сразу начнем. В общем, начнем с совы, потому что сов много не бывает, тем более дудла сов. Вот это все узорчики, надеюсь вам это видно, и это все акварель. Дальше вот такой рисунок, который не совсем дудлинг, но на птичках есть узоры малюсенькие такие. И вот это все нарисовано линией, поэтому я решила показать его тоже в этом видео. И это опять акварель. Дальше в ход идут цветные линеры, стабило, стабило, не знаю. Ну, в общем, вы все их видели, они такие оранжевые с разноцветными колпачками. И, по-моему, у меня просто не хватило терпения добить этот лист узорами. Идем дальше. И снова совы, потому что сов действительно не бывает слишком много. Вот это нравится мне чуть больше, а вот это чуть меньше, но они обе достаточно неплохие. Улитка. Честно говоря, она мне не нравится, она здесь немножко такая похожая на детскую раскраску. Может быть, я ее перерисую, кстати, потом. Но это будет потом. Чашка вдохновения, почему-то розового вдохновения. Гламурная такая чашка. Ну, ладно уж, какая есть. А вот это называется приплыли. Приплыли после сов к рыбкам. И они тоже какие-то немножко странные, и совы все-таки были поудачнее. Вот. О, да, я забыла еще одну сову показать. Вот вам еще одна сова. Она чуть-чуть побольше, пожирнее. И чуть-чуть более ляпистая, мне кажется. В одной серии с совами, улитками, рыбками вот этот вот лев. У него очень странная морда карандашом. Немножко не в себе, по-моему. Но грива достаточно неплохая. Как мне тогда казалось. Дальше идут два рисунка. Они достаточно бледные такие. Не знаю, надеюсь, камера не переврет эти цвета. В общем, это такие вот попугайки узорчатые. Здесь немножко грязи от акварели. Я не очень хорошо с ней обращаюсь. Но все вот это вот в узорах. И вот эта попугайка нравится мне больше. Надеюсь, вам тоже. И последнее, что я покажу именно из рисунков, это вот такая вот африканская денщина. Очень яркая, но немножко сливающаяся с фоном. Какой-то странный узор из ворон. Посмотрите, я все это придумывала сама. У нее в волосах маски африканские. Надеюсь, вам их видно. И макияж у нее почему-то как унифертити. Хотя это Африка. Ну ладно. И под конец я покажу вам еще и скетчбук. Знаете, это был мой самый первый скетчбук практически. Я в нем рисовала, конечно же, дудлинг. Вот это вот было якобы зима и весна. Почему-то весна у меня вся розовая, как-то чашка. Потом было вот такое вот дерево. Не смотрите на вот это, не надо. Затем у меня идет... Да, вот это вот было лето. Такой летний дудлинг. Это было достаточно трудно забить весь разворот узорами, но я справилась. Ну и вот это вот осень. Все в такой рыжекрасно-желто-коричневой гамме. И видите, вот на кончик меня все-таки не хватило. Затем вот такое вот поле с маками. Узорчатое небо, узорчатые майки, солнце тоже узорчатое. Это же дудлинг. Потом... О, вот это была половинка подсолнуха. Я не знаю, как у меня в подсолнухе оказались фиолетовые и голубые лепестки. Но то, что я вдохновлялась подсолнухами, это был факт. Дальше какой-то кофейно-шоколадный дудлинг. Я помню, я фотографировала его с палочками корицы рядышком. И затем вот такие вот птички. Тоже такие весенне-летние. Все небо в узорах, веточки в узорах и птички в узорах. Все в узорах. И на этом у меня все. Спасибо вам за ваше внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok